Пустит любит Двинг, Двинг любит пустит Пустит любит Двинг, Двинг любит пустит Приветствую вас друзья, с вами Лунный Монах В этом видео я хочу показать вам рубрику Q&A, которая проходила на Близконе Игроки задавали вопросы про союзные расы, кастомизацию персонажей, Джайну, Войну Альянса с Ордой и всякие другие различные штуки Самое полезное я специально отобрал для вас Поэтому слушайте внимательно, возможно на ваши важные вопросы найдутся ответы Вопрос номер один Что вы собираетесь делать с системой создания персонажей, которая выглядит весьма архаично и тускло на фоне других MMORPG? Близзард в первую очередь думали над системой кастомизации союзных рас И теперь когда эти вопросы решены, они готовы вести более тонкую настройку внешности персонажа Например, это будет касаться поз При создании персонажа вам можно будет выбирать между выпрямленным и сгорбившимся орком А если у вас уже есть орк, то вы можете сходить в парикмахерскую и выпрямить его там Вопрос номер два Джайна в Войне за Азерот положительный персонаж? То есть мы просто закрываем глаза на геноцид Даларана? Джайна как персонаж преисполнена вины по поводу принятых ей решений и совершенных действий Смерти отца На ее совесть возможно нынешнее положение Орды Она думает, что могла бы поступить иначе, если присмотреться у нее большое бремя на душе Так что мы постараемся разобраться в ее мотивах, в решениях принятых Джайной Попробуем понять ее и надеюсь, что сможем направить ее по верному пути Так что нет, Джайна не зло Ее раздирают противоречия и мы очень хотим поглубже это исследовать Вопрос номер три Орда атакует Эльдрасил, Альянс Лордерон А чем мы будем заниматься в стартовых зонах и других зонах прокачки Восточных Королевств? Стартовая зона не изменится, но мы улучшим стартовый игровой процесс Чтобы проникнуться уничтожением Тельдрасила, нужно сначала освоить Азы Пройдите весь путь А когда достигнете 110 уровня, мы сожжем его дотла То же касается и Лордерона Вы создаете персонажа в похоронном звоне, выполняете задания Просто-напросто веселитесь Но как только вы вступите в битву за Азерот, эти локации изменятся В Нагорье-Арате появится фронт, и кто знает, что произойдет Вопрос номер четыре Смогут ли эльфы бездны менять свой облик? Нет, это будет не похоже на метаморфозу чернокнижников Но этот вопрос еще разбирается Вопрос номер пять Как скоро мы будем летать на новых континентах? Система полетов будет идентична системе Легиона Вначале вы будете исследовать локации на Земле А впоследствии будут открыты полеты Вопрос номер шесть Какие у вас планы на легендарные предметы в битве за Азерот? У нас есть азеритовые доспехи Во многом похожие на легендарки из Легиона Поэтому мы не думали о дальнейшей судьбе легендарных предметов Мы пока не знаем, какая система будет в новом дополнении Но мы изучили предпочтение игроков Выбор, который они могли делать И постарались воплотить это в доспехах Вопрос номер семь Будете ли вы убирать баги и лазейки в World of Warcraft Classic Или оставите все как было для того, чтобы игроки могли вспомнить ту атмосферу в полной мере? Баги очень часто приводили к вылету серверов И оставлять мы их не будем В любом случае, множество вопросов будет вынесено на обсуждение с сообществом Для того, чтобы точно понять, что оставить, а что добавить Вопрос номер восемь Почему эльфы Бездны попали в Альянс, а Ночерожденные в Орду? Вы все сами узнаете, когда будете проходить вступительные цепочки квестов к соответствующей фракции Вопрос номер девять Окончательно ли разделены между фракциями Восточной Королевства и Калимдор? И отразилось ли это на Луносвете и Экзодаре? Эти города стали в своем роде последними оплотами своих фракций И мы позаботимся о том, чтобы они сыграли свою роль в этой битве Также Близзард сказали про возможное введение ключей за подземелье в путешествии во времени Про то, что аутентификатор позволит увеличить размер вашего стандартного рюкзака Не будет возможности трансмагрификации предметов у союзных рас Для того, чтобы они оставались уникальными Добавят слоты для персонажей На этом вопросы-ответы заканчиваются Если эта информация была вам полезна, поставьте лайк и подпишитесь на канал Также можете поставить колокольчик, чтобы вам было легче отслеживать выход новых видео на моем канале С вами был Лунный Монах И следующее видео уже скоро Субтитры сделал DimaTorzok